И я рад приветствовать всех вас, драгоценные братья и сестры, и все, кто подключился к нам сейчас, кто смотрит нас в прямом эфире. В следующих 40 минут хочу вместе с вами совершить путешествие, путешествие в Священное Писание, и просто окунуться, погрузиться в Слово. Тема моя сегодняшняя является продолжением моего сезона рассуждения, в котором я пребываю сейчас, и эти мысли связаны с поклонением Богу. Я назвал ее так, они рождены в Сионе. Друзья, вся человеческая история пронизана борьбой. Страны воюют за территории и ресурсы. Партии, движения бьются за свободу, за сферы влияния, власть. Корпорации борются за господство в бизнесе. В спорте, искусстве, науках, личных отношениях борьба не прекращается ни на минуту. Неудивительно, что люди оказываются захвачены перипетиями этой бесконечной битвы, забывая, что на самом деле самая ожесточенная борьба разворачивается за наши с вами души. И здесь скрестили свои мечи в духовном мире светлые и темные силы. Бог и дьявол имеют свои виды и свои взгляды на каждого из нас. Бог говорит, возлюби меня всем сердцем твоим, сначала сердцем, да, сначала чувства, всем разумением твоим, а потом всею крепостью, всею душою твоею. Возлюби сначала сердцем. И дьявол тоже имеет свой план. Кому мы отдадим себя? Мы, конечно же, так не думаем. И если я бы спросил тебя прямо в лоб, кому ты хочешь служить, у тебя наверняка в ту же секунду был бы ответ Богу, конечно, Богу. Но, друзья, дело не в словах и не в ответе, дело в действительности, в сердце и в жизни, и в образе жизни. Я хочу предложить им 86-й псалом. Здесь удивительный псалом, я его много раз читал, я с детства верующий, много раз перечитывал. Но, хочу сказать, как-то по-другому заговорил он со мной на этой неделе. Здесь написано так. «Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий, упомянув знающим меня Аравии и Вавилоне. Вот филистимляне и Тирс, Эфиопии скажут, такой-то родился там. А сегодня же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов, то есть там у него где-то на небе есть эта перепись, напишет, такой-то родился там. Здесь внимание, последняя мысль. «И поющие, и играющие все мои источники в тебе». О поклонении, правда? «И поющие, и играющие все мои источники в тебе». А тут еще написано, что Господь напишет там в своей переписи такой-то. Что значит такой-то? Почему не мое имя? Я бы хотел, чтобы он написал там, Виталий родился там. А где там? Друзья, о чем идет речь здесь? Вы же как будто набор каких-то мыслей, которые мы не до конца понимаем. И я хочу очень кратенько объяснить. Речь идет о горе Божией, которая называется Сион. Сион – это одна из гор, на которой был основан город Иерусалим. Естественный наш Иерусалим в Израиле. Вообще-то вся история где-то вот оттуда или там связана с Иерусалимом, потому что Бог привел свой народ туда, в Израиль, а Иерусалим стал позже столицей. И вот это место, вот этот небольшой на самом деле холм, который называется Библии горою, Писание возвеличивает, что особенного было там. Почему о нем идет речь? Почему сказано, что Бог полюбил больше всех врата Сиона, больше даже всех селений Иакова, то есть больше всего народа Израилева? Ответ очевиден, если мы посмотрим в историю, потому что именно на Сионе, вот в этом месте, Бог расположил сердце Давида, и он построил там место поклонения Господу. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, с утра до ночи они стояли, их было 4 тысячи, которых он собрал отовсюду, они стояли, они играли, они поклонялись, они молились. Там был священник, который поднимал свои руки к Богу и говорил, ты велик Господь, ты велик Господь. И так длилось не коротко, не один год и не два, десятилетия и десятилетия. И Бог говорит, я полюбил Сион. А вот мысль, которая нравится мне здесь, здесь сказано так, что там у Бога, в его переписи, он напишет, такой-то родился там. Другими словами, это пророческий псалом, который говорит о том, что Бог хочет, чтобы ты и я, мы были рождены в этой волне поклонения и прославления Господа. Я хочу, друзья, напомнить, о чем мы говорили тот раз. Мы говорили, что поклонение – это выраженная любовь. Мы говорили, что если ты имеешь в сердце чувство к Богу или в разуме веру о том, что Он есть, но если ты не выражаешь это никак, это не поклонение. Мы говорили также о том, что есть другая крайность, когда люди научились выражать профессионально, но при этом сердце их очень далеко. они абсолютно не включают в свое сердце свои чувства. И это тоже не является поклонением – это религия. Настоящее поклонение вытекает из сердца, оно вытекает из глубины твоей, и Бог смотрит на то, как мы поклоняемся. Мы говорили также о том, что мы, каждый из нас был создан Богом для поклонения, и на самом деле мы все поклоняемся кому-то или чему-то, отдаем себя, и думаем о ком-то, и возвеличиваем кого-то, и восхищаемся чем-то или кем-то. И вопрос состоит в том, кому мы отдаем себя. Сегодня я хотел бы с вами поговорить на то, каков же план дьявола. Мы посмотрим на то, какие мысли и цели у дьявола на каждого из нас. И мы посмотрим также, что Бог отвечает на это, каков план Божий. И мы посмотрим, что Господь сделал для того, чтобы мы могли исполнить Его волю. Прежде всего хочу сказать, что апостол Павел говорит, что нам не безизвестны его умыслы. Это означает, что нам нужно понимать и видеть картину духовного мира, потому что нам надо, зная это, знать, как нам жить, побеждая дьявольские атаки. И апостол Павел говорит о том, что когда мы пришли к Богу, когда мы получили спасение, мы обратились к Богу от идолов. То есть речь идет о том, что наше поклонение идолам сменилось поклонению Богу. Мы все поклонялись, но раньше мы поклонялись своим идолам. Кто-то образованию, кто-то карьере, кто-то, возможно, таланту своему, кто-то, возможно, семье, любимому человеку, детям, идее какой-то. Ну, у нас у всех было что-то, чему мы поклонялись. Но когда мы были спасены, мы оставили это, и на первое место мы поставили Богу. Мы поставили Бога. Хочу задать вопрос. Чем же занимался дьявол до того, как он пал? И вместе с вами хочу открыть Исаию 14 главу. И достаточно быстро хочу пройти здесь по некоторым моментам, чтобы увидеть, чем же занимался дьявол до своего падения. С 11 стиха написано. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, денется сын зари, разбился о землю попиравшей народы. А говорил в сердце своем...» Я буду чуть-чуть комментировать здесь. «Говорил в сердце своем» – это означает, что у него в сердце это был мотив. «Говорил в сердце своем...» «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Наблюдайте. Здесь он говорит о том, что он хочет сделать. И здесь, по меньшей мере, пять утверждений есть, которые он делает. Он говорит, что я взойду, то есть на небо, выше, выше звезд Божьих вознесу престол мой, еще выше. Я сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Ух, какие заявления! Все пять заявлений в одну сторону. Я хочу, чтобы меня заметили. Я хочу быть выше. Я хочу быть круче. Я хочу быть на уровне Всевышнего. Я хочу, чтобы я был подобен Ему. Следующий стих, пятнадцатый. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Что? Ты хотел подняться на самую высокую точку, а Бог сказал, нет, не получится. И тебя сбросил в самую низшую точку во Вселенной. Ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Друзья, хочу обратить ваше внимание на одно слово в одиннадцатом стихе. Здесь написано так. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». И это слово «шумом твоим», так наши переводчики перевели. На самом деле, в оригинале слово «шум», еврейские слова «хемья» и «невел» означают «звуки музыкальных инструментов». И вот здесь, внимание, дьявол, сатана, до того, как был низвержен, он издавал различные звуки, и он был так устроен, потому что здесь сказано о том, что это было внутри его. Он был так устроен, у него было это, что он двигался и издавал прекрасные мелодии и наполнял небо славою, хвалою и поклонением. И вот вместе со всем этим он был низвержен в преисподнюю. Вы знаете из Библии, что на небе существовало три архангела. Один из них – это вот этот дьявол, о котором мы говорим, его имя Люцифер. Другой из них – это Михаил. Третий из них – Гавриил. И мы читаем о них в Писании. И мы также знаем, что когда мы приходим в воскресенье в церковь, или вы приходите на домашнюю церковь, вы также имеете, мы также имеем три части в нашем богослужении. Первая часть мы отводим для того, чтобы поклониться Господу. Мы поклоняемся Ему. Мы стоим здесь, и наши музыкальные инструменты звучат, и наша чудесная группа прославления, и наши братья и сестры ведут нас, и мы вместе с ними поем. Конечно, я хотел бы, чтобы зал больше пел, чтобы мы все вместе пели. Кто-то из вас скажет, ну, пастор, мы же мужчины, мы же так особо не поем. Ну, знаете, мы тут неделю назад с нашим советом пасторским поехали отдохнуть на два дня, и мы взяли спортзал в аренду. Я впервые в жизни бегал с моими пасторами так долго, там, пару часов играли в футбол, потом волейбол, потом еще куда-то. Но, вы знаете, я был удивлен, потому что они, оказывается, такие эмоциональные, они такие выразительные, оказывается, они вовсе не такие скромные. Конечно, в проповеди наши пасторы, они просто умнички. Я очень благодарен Богу за пастора Евгения, он всегда кормит нас свежим хлебом. Спасибо, пастор Евгений, спасибо, пастор Андрей, спасибо всем пасторам-служителям. Но, вы знаете, я видел, пот сходил с их чела, и они там, мяч или туда, или туда, и как они выражали, они были очень активные. И я хочу сказать, что мы такие мужчины, мы иногда, мы иногда включаемся и зажигаемся, мы иногда кричим, когда футбол или там гол пропустили, мы кричим иногда. Но почему-то как-то так мы в церкви, как-то, ну, тут поют, ну, тут играют, мы такие скромные. Пусть не будет это с нами в будущем, друзья. Нам нечего стесняться. Мы Господу нашему поклоняемся. Аминь. Мы Господа нашего славим. Друзья, итак, три архангела, Люцифер, Михаил и Гавриил. И три части на нашем богослужении, поклонение. Потом у нас есть слово, и в конце мы молимся, либо в середине мы молимся, еще. Поклонение, слово и молитва. Люцифер был ответственный на небе за поклонение. Михаил был ответственный за молитву. Везде, где в Библии, ты встречаешь архангела Михаила, везде он приносит ответ на молитву. Ты можешь видеть это у Даниила в 10 главе. Он приносит ответ на молитву. И потом воюет там, где-то в поднебесе, в то время, когда Даниил продолжает молиться. А Гавриил несет слово Божие. Он принес слово Божие Захарии, отцу Иоанна Крестителя. Он объявил Марии о том, что Дух Святой сойдет на нее, и она зачнет от Духа Святого. Он сказал также пастухам о том, что великая радость пришла, чтобы они сна вели Господа Вышних, потому что Спаситель родился. Михаил за молитвенную часть, Гавриил за слово Божие, а Люцифер за поклонение. И вот когда Люцифер сказал, я взойду, я буду подобен Всевышнему, я вознесу свой престол, я сяду возле Бога в сонме, и в этот момент Господь извергает его вниз. И в Библии написано, третья часть ангелов упала вместе с ними. Я хочу открыть вместе с вами еще один текст. Второе из Икииля, 28 главу. Мы сейчас доберемся до того, какого план у дьявола. Не теряйте мысль. Самая главная мысль, я пытаюсь сказать, каков же план у дьявола. Из Икииля, 28 глава. И тут написано с 13 стиха. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусство, усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. В день сотворения твоего. Архангел был сотворенным существом. Он не равен Богу. Он не может по-настоящему выйти на ринг с Богом, потому что Бог без начала и без конца. Потому что Бог всесильный и всемогущий. Потому что Бог и справедливый, и святой. И Бог является Богом, творцом всего. А Он сотворенное существо. Но сильно хотелось подняться высоко. Сильно хотелось подняться высоко. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Власть дается. Когда ты хочешь сказать, я такой помазанный. Кто тебя поставил на это? Бог говорит, я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей. Ходил среди огнистых огней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды. Я остановлюсь на этом. Какую причину Бог ставит падение его? Где началось это падение? И здесь очень интересно для нас это слово. Торговли. Обширности торговли. Бог говорит, ты торговался. И так торговался, уже сильно торговался. Неправильно торговаться. А что, грех торговаться, вы скажете, пастор? А что, я помню, когда я женился, Наняка меня учила торговаться, потому что, ну, это же нормально, когда ты торгуешься, сбиваешь цену. Но вы знаете, в оригинале там другой смысл. Там смысл такой, что он был нанят, и он должен был, вот как будто бы, допустим, меня наняли куда-то в магазин какой-то, я продаю какой-то товар. Продал там, допустим, штучку какую-то. И она стоит, условно говоря, там, 3 тысячи рублей, например, да? Но я получил 3 500 за нее. Мне удалось. Я так торговался, что я получил 3 500. Я отдал хозяину 3 тысячи, а 500 я положил себе в карман. Или, например, я сказал хозяину, что я не смог ее продать за 3 тысячи, я продал ее за 2 600. И я 400 положил в карман. Вот именно это значение в этом глаголе торговли, торговля, то есть он присваивает то, что ему не принадлежит, оно должно было просто пройти через него. Вот это слава! Он так устроен, которую он издает. Это слава! Это поклонение! Принадлежит все Богу! Он должен отдать всю славу Богу! А он тут рядышком, и он сам захотел себе. А что это Бог в центре? А чем я? Чем я хуже? Почему? Я тоже хочу! И, знаете, в этот момент Бог сказал, все, ты уволен. Слишком торговли у тебя много. Это неправильно. И обратите ваше внимание, Бог не выгнал сатану, потому что Бог боялся его, или Бог имел алчность, поклоняйтесь мне, поклоняйтесь мне. Почему вы не поклоняетесь мне? Бог выгнал его, потому что так справедливость Божия определяла. Потому что единственный, кто достоин всей славы, кто является Богом, кто является воистину Творцом всего видимого и невидимого. Именно он, Бог, и является тем, кто имеет право принимать поклонение и принимать всю славу. Друзья, что пытается сделать сатана сейчас? Это было когда-то. Его изгнали, и он на земле, потому что сказано, горе вам, жители земли, потому что к вам низвержен сатана в сильной ярости. Что пытается сделать дьявол сейчас? Матфея 4,8. Написано, что дьявол берет Иисуса на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира, славу их, и говорит, все это я дам тебе, если ты пав. Пав, внимание, пав, поклонишься мне. Он так сильно хочет, чтобы ему поклонялись, что он добирается до самого Иисуса, Сына Божьего, берет его, ставит его на высокую гору и не может даже сдержать этого желания. Он стал как одержим этим желанием, поклоняйся мне, Иисус, я дам тебе все. Он не сказал, если ты поклонишься, он сказал, если ты пав, видите, выраженное, вырази поклонение, упади передо мной, не просто к имени головной, упади передо мной. Друзья, его желание состоит в том, чтобы все творение Божие поклонилось ему. Но помните, что он отец лжи. Он так прямо, не приходит к тебе так вот лицо в лицо, поклонись мне, ты скажешь, фу, дьявол, рогатый, иди отсюда, там, выгонишь его, скажешь, ты что себе рогатый. Он придет к тебе очень так, знаешь, имея вид ангела света, подкидывая мысли, засвечивая тебя, играя на твоей похоти. Ну, это же неплохо, ну, я хочу, ну, мне нравится. Компромисс. Ты торгуешься, торгуешься с Богом, торгуешься с совестью, торгуешься с собой. Он приходит различными путями, обманными путями. У него единственная цель. Он хочет взять твою душу, чтобы ты поклонился ему. И ты так не говоришь себе. Я не знаю никого, кто бы сказал, я поклоняюсь дьявола. Хотя я хочу вам рассказать один пример, чуть позже расскажу. Откровение, 13 глава, с 3 по 8 стих. Здесь ответ на вопрос, а что дьявол будет делать в будущем? Вы знаете, здесь написано так. Здесь видно картина того, к чему приходит человечество. Иоанн видит эту картину. Я буду читать. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Это все еще произойдет в будущем. «Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем». И вот здесь внимание. «И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю? И кто может сразиться с ним?» Я остановлюсь на этом. Вы скажете, пастор, кто такой дракон? Кто такой зверь? О чем ты говоришь? Знаете, Откровение, 12 глава, 9 стих. Там написано, «Незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». То есть дракон – это сатана. Это все та же личность. Все та же алчущая поклонение себе личность. И смотрите, все люди, там чуть ниже, если будете читать, вы увидите, что поклонятся ему все живущие на земле. 8 стих. Запятая, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. То есть для тебя, для меня есть надежда. Мы можем не поклониться ему, но нам нужно видеть это. Смотрите, что удивительно здесь. Они поклоняются дьяволу. Они поклоняются открыто. Все люди, люди, человечество, поклоняются все, кроме избранных, чьи имена в книге жизни. И при этом поют песню. Какую песню они поют? Какую они песню поют, а? Они поют песню, или говорят, кто подобен зверю сему. Подождите, где-то эти слова, где-то эти слова были. Я прогуглил их. И вы знаете, я был удивлен. Оказывается, это слова песни Моисея, который пережил Бога, сверхъестественного, сильного и мощного. И когда он пережил Бога, который ответил ему на вопрос, на молитву, он запел, и он пел эти же слова. Кто подобен тебе, Бог мой, Всевышний мой? Кто может сразиться с тобой? Кто может сравниться с тобой? Прочтите исход 15 главу. Подождите, а теперь мы находим эти слова в откровении, в конце времен, мы очень близко подошли к ним временам, и мы находим, что эти же самые слова, возможно, и эта же мелодия, хотя кто знает, какая была там мелодия, но этот же посыл звучит, только вместо Бога стоит зверь, стоит дьявол. А как это так? А как это случилось? Я летел в самолете как-то, лет 20 назад, я думаю, я в церкви рассказывал об этом. Возле меня сидел человек приблизительно моего возраста, летели долго из-за океана, и там через какое-то время я начал общаться с ним, и я спросил как-то, откуда, как, что, ну у нас как-то пошел разговор, и он вдруг мне говорит, я лечусь в конференции, и я говорю, а что за конференция? Ну мы молились, планировали, я говорю, вы верите в Богу? Он говорит, что в вашем понимании Бог? Я говорю, Иисус Христос? Я христианин? Он говорит, нет, Иисус Христос не является Богом, Люцифер является Богом. Я так, о, думаю, вот это я сижу, я говорю, а как это вы, вы шутите или что? Он говорит, нет, вы читаете христиане Библию, которую вам подсунули, вам переписали Библию, настоящий Бог Люцифер, и он выиграет, он победит. И он продолжает говорить, я сатанист, мы поклоняемся ему. Что вы делаете, когда возле вас сидит сатанист, еще часа 4-5 лететь? Я начинаю молиться тихо, и думаю, Господи, а что же просить его? Как его к Богу привести? Что делать? Знаете, между небом и землей, Господи, и не выйдешь, и не знаешь что. И я начинаю спрашивать его, а какая ваша программа? О чем вы говорите? Значит, что он мне сказал? Он сказал, сейчас у нас номер один приоритет, это семьи служителей. Это вот к тому, что мы будем делать на этой неделе или на следующей неделе. Семьи служителей, семьи христиан. Потому что, когда семья разрушена, тогда человека легко увезти от этого. То есть у них стратегия, они, я говорю, а что вы делаете, чтобы семьи разрушились? Мне вообще интересно, мне кажется, это из области фантастики, я как куда-то в какую-то мистику сейчас попал, в какую-то там книгу там, или еще что-нибудь. А он сидит, настоящий, молодой, подтянутый, красивый, молодой человек. Друзья, они даже не стесняются. Зайдите сегодня куда-нибудь, там не знаю, где вот эти всякие прокаты, и вам предложат, если вы спросите, что-нибудь по поводу сатаны есть у вас? Они скажут, да, там поклонение сатаны, там то, там какая-то мелодия, какие-то музыки, везде все. Они даже не стесняются сегодня говорить, что мы поклоняемся сатане. Знаете, когда я был на этом тексте, я думаю, ой, я этой церкви не должен говорить, наверное. Нет, это нехорошо. Надо им сказать что-то хорошее. Нет, это не надо сказать. И потом я какое-то время просто молился, Господи, что я могу сказать после этого? Что я могу сказать? И вы знаете, Дух Божий дал мне текст и священное описание, и картину. Я хочу ее вам показать. Это картина из книги Откровения с 19 главы. И в этой картине показан Иисус, который побеждает дьявола. С 11 по 16 стихия. Там воинства небесные следовали за ним, на конях белых, облеченные, весь он белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Ого! Он пасет их жезлом железным, он топчет, точила вина ярости в гневе Бога Вседержителя. На одежде, на бедре его написано имя Царь Царей. Господь Господь, не дракон, не дьявол, не Люцифер падший, которых жаждет, чтобы ему все поклонялись, а Царь Царей, истинный Бог, истинный Господь. Я так представил себе, у меня ассоциативное мышление, я так представил себе, что Бог на небе тут, Иисус на небе, и слышит, они тут поклоняются, народы поклоняются, открыто, зверю, дракону, и говорит, кто может сразиться с ним? И он так поворачивается, и говорит, говорил, о чем это они там поют? Это что, серьезно? Он говорит, это серьезно? Это уже народы поклоняются Люциферу? Он говорит, они поют, что нет никого, кто может сразиться с этим падшим ангелом? Он их так обманул? Михаил, принеси мне мой меч. Я представляю себе, как он выходит, выходит просто из чертога, из престола. Библия описывает этот момент. Он выходит, спускается в тот день, ноги его становятся на горе Елеонской, и дух, дух, уст его, дыхнул, убивает зверя, лжепророка, дракона, просто народы все, земля трещит под ним, так написано с востока на запад, гора просто треснет. Это Библия. Есть черта, а не Бог говорит, стоп, а дальше не пойдете. Помните, борьба за наши души. У меня мало времени, я поэтому хочу сейчас перепрыгнуть в Божий план. Это лучше, это круче, это хорошо. Вы знаете, а Божий план? Я хочу, чтобы мы три мысли здесь взяли. Первое. Бог сотворил нас из себя. Мы его продукт. Мы его создание. Есть два слова в Библии, которые иногда мы не видим, разницу между ними. Это сделать, по-русски, наверное, так сказать, и творить. Вот у меня творить не получается, у вас, наверное, тоже нет. Творить – это означает с ничего произвести что-то. Вот тьма, тут Бог появляется и говорит, да будет свет. Свет встал. Бог появляется и говорит, да будет светило над твердью днем солнце. Солнце. Ученые изучают, планета раскаленная. Месяц, ночью. Это творить, это из ничего сделать что-то. Только у Бога так может получиться. Мы, люди, мы делаем. Гончар показывает вазу, смотри, что я сотворил. Нет, ты не сотворил. Ты сделал. Потому что ты взял кусок глины и сделал форму. И твои руки золотые, и я такую красивую вазу сделал. Ты не сотворил. Теперь, друзья, следите за моей мыслью. Весь сотворенный мир был сотворен Богом через слова. Он хотел, Он говорил и Он творил. И написано, что Он сказал земле, чтобы она произрастила траву. Почему? Потому что трава должна была питаться от земли. А потом она присоединяется к земле. Он сказал, в воде оттуда вышли или там появились рыбы. И Он сотворил весь мир. И то, что потом произошло, отличает действие Божие от предыдущих. Потому что когда Он захотел тебя и меня, человека, то Он уже не обращался ни к свету, ни к земле, ни к воде, а сам к себе. Он сказал, сотворим помощника, сотворим. И взял, слепил. И вот здесь дунул дух. И мы стали человеком живым. Первое. Мы похожи на Бога. Мы Его копья. И Он так и сказал, Библия так и говорит, образ и подобие мое. Образ и подобие мое. Вторая мысль. Что этот образ и подобие, мы подобны Ему. То есть это внутреннее устройство, это мысли. До грехопадения Адам был совершенен. Я вам расскажу, как я это вижу. Адам ходит среди сотворенного всего того, что сделал Бог в саду Едемском. Ему очень классно, хорошо, все чудесно. Я представляю себе, как Он однажды говорит, Господи, все очень хорошо. Все гармонично, красиво, мило, радует глаз. Все просто великолепно. И с тобой общаться настолько интересно и чудесно. Я просто не замечаю время, оно просто летит. Но я, чего-то мне не хватает, Бог, чего-то мне не хватает. А Бог говорит ему, слушай, Адам, давай сделай следующее. Я за шесть дней все сотворил, но я не сделал одно дело. Я не назвал всех этих животных. Возьми, назови всех животных. И Бог как бы одним зайцем убивает, или одним выстрелом два зайца убивает. Каким образом? Потому что, когда мы читаем об этом в Библии, то мы читаем, что нарек человек именно всем скотам и птицам небесным. 20 стих, 2 главы Бытия. И всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. Подождите, а зачем говорить не нашлось, если по тексту ты как бы и не искал? Нет, он искал. Он искал. Он нарек и он искал. Я представляю себе, как он работает здесь. Он стоит, приходят звери, он так же как Бог, совершенен, говорит слово, приходят звери. Он пытается понять, может, это помощник будет мне. Может, это будет помощник. Жираф пришел. Ну, быстро с жирафом справился. Слон пришел быстро. А возле гиппопотамики постоял немного. Бегемотик такой хороший. По крайней мере, не замерзну в Сибири. Холодно, если будет при морозах. Ну, хорошо. Но потом, не знаю. А вот на обезьяну вообще много времени ушло. И ходит одинаково. И выглядит почти, как я. И потом, знаете, я думаю, он устал. И когда он устал, наверное, лег уже просто, уже к вечеру дело было, скорее всего. И лег, и птицы летят еще. Птицы летят. И он называет их, называет такие ястреб, орел, там утка, там лебедь. Красивые такие имена. А потом, видимо, засыпает прям совсем. Потому что потом идут такие синяя птица, чернушка. А потом совсем уснул. Додо. 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 И потом просыпается. Когда он просыпается, Библия скажет, там такой знак восклицания. Вот! Узвезу него стоит еще один, ну, существо. Как зверь еще один. Вот! И смотрит, о, она такая, как я. Ух ты! Лучше, чем обезьяна. На гиппопотама смотрел, но сказал, нет, она будет мне, женою. Берет ее и наслаждается ее. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему Бог, когда усыпил Адама, понял, что он не удовлетворен? Он же мужичок, мужчина, точнее, да, он мужчина. Почему он, Бог, не создал мужчине, например, мяч футбольный, как мы гоняли? Мяч футбольный. Мы, знаете, как выкладываемся там? То есть, или, например, сразу телевизор, диван и пульт. Нам же нравится мужчинам, просто пришел домой, ничего не делаешь, северилек, пульт, ну, тебя чувствует, ты деньги принес жене, ну, помалкивай. И она молчит, ходит, говорит, кран течет. Кран краном, то есть, я тебе деньги приношу. То есть, и, почему он, каким образом, вопрос, Бог догадался, что в сердце у мужчины есть потребность именно в невесте, именно в такой же, как он, именно в том, кому он мог бы отдать свои чувства любви. И я хочу ответить на это следующим образом, потому что, помните первую мысль, Бог создал человека из себя. И это была копия Бога. И человек создан по образу, по подобию Божьему. И Бог знает, в чем и Он имеет желание. И знает, что в желании Адама. Вот здесь я хочу остановиться на этом. Друзья, на самом деле, вот желание Бога, желание дьявола, повернуть человечество, чтобы ему поклонялись. Желание Бога, это создать невесту из людей, которую Он любит, с которой Он хочет проводить время, с которой Он будет разделять свое сердце. Помните, в Библии сказано, Бог ничего не делает, не сказав пророкам своим, а что Бог не может сам сделать? Может, но Он делит свое сердце тем, кто слышит Его. Бог хочет выразить свою любовь и заботу. И мы с вами в центре внимания. Мы те люди, кому направлено его сердце. Третья мысль, я хочу молиться вместе с вами. Бог сделал нас способными отвечать этой любви. Сначала она изливается в мое сердце, потом я отвечаю. Это как между мной и Наденька. Я люблю тебя, а я тебя. Нет, я тебя сильнее. Нет, я тебя сильнее. Слушай, ну, мы вместе умрем в один день. Это наша мечта была до свадьбы. И мы просили у Бога, Господи, не дай, чтобы я один остался. А она говорит, я одна не хочу остаться. Мы вместе умрем. Мы в начале жизни, мы вместе. Мы так сильно любим друг друга. И эта любовь еще больше культивируется, еще больше, еще больше, еще больше. Знаете, то же самое с Господом. То же самое с Господом. Вернемся к тому, с чего мы начали. Я рожден там, в летописи Бог напишет. Он такой-то родился там. Где родился? А родился в поклонении. А поклонение это что? Да это не мистика. Вот так подними руки, вот так закричь. Это не мистика. Это любовь, которую я получил. И я отдаю ее. Вот и все. Это поклонение. Поклонение это выраженная любовь. Это мое сердце. Я люблю тебя, Бог мой. Я люблю тебя, Иисус. Мы будем вместе. Мы будем вместе. Есть одна долина в мире. Больше десяти лет там не было никакой растительности. Называется долина смерти. Покажите ее, если можно показать. Нельзя показать ее, да? Есть долина смерти. И люди говорили, вряд ли что-нибудь вырастет. Но вот однажды, четыре года тому назад, несколько раз пошел дождь. Пошел зимой. Ничего не изменилось вроде сразу. А весной, посмотрите, что произошло весной. А весной она вся зацвела. Вот так твоя душа. Позволь, чтобы дождь любви Божией оросил тебя. Позволь, чтобы это пришло. И ты увидишь, как она расцветет. Только верни эту любовь ему. Вот оно, поклонение. Рожденные на Сионе. Это те, которые рождены в любви. Я любим. Я нужен ему. Я его. Та дьявол хочет, чтобы я ему поклонялся. Нет. Все мое сердце принадлежит возлюбленному моему. Один из высочайших терминов в Библии по отношению к нам. Это невеста. Это жена. И вот он план Бога. Он хочет соединиться, жениться на тебе и на мне. Он не шутит. Он не играет с этим. И прожить вместе счастливую, долгую, вечную жизнь, которой не будет конца. Отец Небесный, мы принимаем Твою любовь. Как дождь сходит с неба на долину смерти, Господи. И люди называли эту долину долиной смерти. Я молюсь о том, чтобы Твой дождь любви сошел в сердце каждого из нас. Чтобы мы могли, Господь, цвести для Тебя. Чтобы мы могли принять эту любовь. Чтобы мы могли отдать ее. И это наше поклонение. Мы поклоняемся, потому что мы любим. Мы поклоняемся, потому что мы отдаем Тебе, Господь, ту любовь, которую Ты дал нам. Мы поклоняемся, потому что Ты прежде избрал нас. Спасибо, Иисус. Благодарю и славлю Тебя. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!